всем привет меня зовут лена стасевич сегодня хочу поделиться с вами просто нереально вкусным сочным влажным шоколадным бисквитом вы можете использовать этот бисквит для ваших тортов для любых остальных десертов например для кейк-попсов для торта три шоколада видео рецепт которого вы можете посмотреть в следующем видео бисквит получается очень сочным очень шоколадным и нереально вкусным первую очередь взвешиваем и перемешиваем между собой все сухие ингредиенты это мука какао сода разрыхлитель отдельно в чашу добавляем яйца комнатной температуры и начинаем их взбивать и постепенно добавляем сахар примерно за три раза нам нужно ввести весь сахар после этого взбиваем еще около 8 минут в итоге должна получиться вот такая светлая пышная довольно густая масса добавляем сюда ваниль примерно одну чайную ложку у меня ваниль в жидком виде если у вас ванильный сахар то добавляйте его вместе с сахаром естественно отдельно я подогрела немного молоко и добавила растительное масло перемешиваю и ввожу в тесто и снова перемешиваем миксером около 1 минуты далее добавляем сюда сухие ингредиенты просеивая их через сито я добавляю сухие ингредиенты за два раза перемешиваем миксером на самой низкой скорости долго вымешивать не нужно ни в коем случае лишь до объединения ингредиентов не должно остаться комочков муки или какао в тесте вводим сюда вторую часть и таким же способом перемешиваем миксером можно это сделать лопаткой если вам удобнее также я всегда добавляю в десерты щепотку соли чтобы десерт не был пресным в итоге вот такое тесто у нас получилось если вы будете долго его перемешивать мука начнет образовывать глютен и ваша выпечка станет такой как бы резиновой поэтому не увлекайтесь буквально одну минуту перемешали и в итоге у нас должно получиться вот такое тесто далее подготавливаем разъемную форму у меня вот такая форма для сборки тортов я в ней всегда выпекаю бисквиты она высокая и очень удобная я поджимаю ее под нужный размер примерно 18 сантиметров можно взять также разъемное кольцо или любую вашу другую форму не обязательно без дна если вы используете кольцо то оборачиваем его пищевой фольгой в два слоя вот таким образом и выливаем сюда все тесто этого количества теста хватит на бисквит высотой примерно 7 сантиметров и диаметром 18 сантиметров ставим в разогретую до 150 градусов духовку примерно на 40 45 минут смотрите по готовности итоге посмотрите вот такой бисквит обалденный получается кстати форму я ничем не смазывал это очень важно если вы сможете то бисквит не сможет подняться он просто будет соскальзывать со стенок освобождаем от фольги как проверить готовность бисквита немножко пальцем надавите и он должен как бы немного пружинить если палец проваливается это значит что бисквит еще сырой особенно посередине либо можно проверить на сухую зубочистку освобождаем от фольги переворачиваем на решетку и оставляем до остывания примерно на полчаса посмотрите какой он обалденный видно сразу что он очень сочный мягкий воздушный и аромат просто невероятно оставляем его форме остывать перевернув вниз затем нам необходимо будет извлечь его из формы с помощью спатулы или тонкого ножа аккуратненько проходимся по стенкам стараемся не царапать форму и готовый бисквит нам необходимо поместить в холодильник посмотрите какой бисквит получается видно прямо что он очень влажный но в то же время он не мокрый не сырой ни в коем случае он пышный хорошо поднялся и вот такой пружинистый как видите крошек с него очень мало и поэтому с таким бисквитом очень легко работать и собирать торты это очень важно при сборке тортов и очень удобно теперь необходимо бисквит поместить в холодильник хотя бы на три часа там он наберется влаги и станет такой более влажный и из него практически не будет крошек оборачиваем пищевой пленкой и кладем в холодильник можно приготовить бисквит с вечера и уже на утро собирать торт и теперь бисквит у меня полежал посмотрите как еще раз какой он красивый кстати в этом бисквите очень классно как видите что верхушка абсолютно не поднимается он получается ровненький и края не поджаренные но также не поджаренная соответственно мы можем не обрезать ни дно ни края таким образом весь бисквит мы используем в торт потому что все его части мягенькие и не требует обрезки и теперь я покажу вам два способа как ровно разрезать бисквит этот бисквит можно разрезать на три коржа высотой примерно два сантиметра можно также и на четыре разрезать он прекрасно режется смотря какой торт вы делаете а мне необходима высота бисквита два сантиметра для моего торта три шоколада рецепт вы найдете в следующем видео или здесь по ссылке сверху смотрите мы делаем вот такие надрезы глубиной примерно один сантиметр с помощью ножа для хлеба проходимся по окружности и начинаем обрезать с верхнего коржа нож держим всегда на виду то есть кончик ножа вы должны видеть и прорезаем его до конца в итоге посмотрите какой ровный срез получается и какой красивый бисквит разрезе просто невероятно очень вкусный красивый и запах нереальный самое главное в бисквите использовать алкализированный какао и второй способ просто в надрезы помещаем обычную нить и вот таким образом ее затягиваем посмотрите как легко таким способом разрезать бисквит на два идеально ровных коржа как видите они ровненькие бисквит полностью пропекся посмотрите по высоте корж получился идеально одного одной высоты и это очень важно при сборке торта разрезать изначально коржи одинаково потому что от того насколько ровно вы разрежете будет зависеть красивый срез вашего торта посмотрите еще раз какой бисквит получается гибкий крошек из него минимально и мы можем уже собирать наш торт я покажу вам следующем видео как я использую этот бисквит а сейчас еще раз посмотрите какая красота получилась я просто не могу на него налюбоваться с удовольствием делюсь с вами этим рецептом я думаю что этот рецепт станет для многим самым главным и рабочим рецептом при приготовлении тортов и других каких-то ваших изделий и вот такой торт три шоколада у меня получился с этим бисквитом кстати это торт это мой авторский рецепт он очень отличается от классического торта три шоколада потому что светлый слой у нас идет кокосовый малибу средний слой это слой с нутелла и третий слой это слой на темном шоколаде обязательно посмотрите мое следующее видео где я расскажу вам и покажу как приготовить этот нереально вкусный тортик я надеюсь что мой рецепт с бисквитом вам понравится а также обязательно заходите на мой инстаграм он указан здесь и посетите новое сообщество для кулинаров findbaker.ru я там выставляю пошаговые рецепты вы можете на меня подписаться и следить за моими новостями а также там много других новых пользователей и вы также можете создать свой профиль и размещать свои рецепты делиться своими новинками публиковать посты и так далее это соцсеть для тех кто увлекается кулинарией приглашаем вас обязательно зарегистрируйтесь это бесплатно с вами была лена стасевич подписывайтесь и ставьте лайки всем пока